Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Открытие православной выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского в Городце» началась с торжественного молебна у главной святыни экспозиции – иконы Рождества Пресвятой Богородицы. Она стала своеобразным духовным благословением всей выставочной деятельности компании «Узорычи» по России в этом году. Тема православия была и в центре официального открытия, где прозвучали теплые напутственные слова одному из ярких культурных событий в древнем городе. Считаю, что она имеет большое значение не только как ярмарка, которая реализует товары, но и имеет значение духовно-просветительское, которое издревле и традиционно в Городце является очень большой составляющей жизни нашего населения. Иконы, уникальные монастырские товары православной литературы – богатейший выбор. Здесь, на выставке, есть возможность познакомиться и с жизнью отдаленных епархий, совершить своеобразное паломничество по монастырям. А напитавшись духом православия, можно сделать и полезные покупки. Товары для здоровья, уникальные чаи, медовые продукции и сладости из натуральных продуктов. Уникальный проект объединил более 30 участников из России, Украины и Казахстана. Мы очень надеемся, что, приехав в шестой раз, мы получим опять доброе расположение горожан, потому что приезжаем мы сюда, и именно потому, что город Городец очень гостеприимный. И когда наши участники узнали, что мы поедем в город Городец, то хочу сказать, что мы выставку собрали очень быстро. Поэтому я думаю, что и в этот раз, и судя уже по посещаемости, которые с утра мы видим, что на выставке присутствует достаточно большое количество народа, мы думаем, что выставка пройдет здесь благополучно. Посетителей выставки привлечет и разнообразная социально-культурная программа, которая стала изюминкой этого проекта. Презентация книг, выступления творческих коллективов, лекции по православию и здоровью, увлекательные творческие мастер-классы для детей. Все мероприятия бесплатные. Выставка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» будет работать в Городце до 12 июня.